всем привет добро пожаловать на мой канал о арт-терапе сегодня у нас посылочка с jackson's art я знаю что вы любите такие видео поэтому сегодня будет распаковочка я если честно удивлена тому как что запаковано поэтому мне пришло две посылочки будет два видео маленький и вот это одна из них так что я не знаю сейчас будем смотреть что же здесь не запаковали видите в этот раз все очень скромно проверяю что там ничего нет вот все очень скромно почему-то помятая один тюбик помятый смотрите я заказала но вы хваленой кисти видела у художников вот эти вот кисти мне стало очень интересно потому что на самом деле вот такие вот походной кисть это очень полезная штука особенно когда ты едешь не просто в поход но в путешествие вот когда ты езжаешь путешествие это прямо супер потому что то у тебя дышащая кисть надо снять дышащие кисти при этом она компактная то есть ты куда угодно ее сложишь это очень круто прикольно они сделали что-то с одной стороны с другой закручивается все круто классно если бы еще у них по размеру были кисти да похоже можно было бы вкручивать один такой сад с другой если бы они продумали эту часть можно было несколько кисточек вкручивать друг друга но тут как бы не получаю не получится но нормально смотрите я заказала сейчас вам покажу прям чтобы вам было хорошо видно это серия называется касса него это этого да винчи бренда я очень люблю их но не все кисти мне нравятся у них вот поэтому я не к тому что они мне не нравится они очень все классные просто для акварели не все подходят то есть есть прям синтетика синтетика она не совсем подходит поэтому я взяла вот это вот кисть я не помню что это если честно надо посмотреть здесь вот должно быть написано но я в общем взяла тот наконечник чтобы он был не похож на стопроцентную синтетику кстати здесь написано made from extrasoft синтетик вот с экстраординарной эластичностью поэтому видите у меня есть подобная кисть похоже с рублева вот у них есть такие как бы кисти вот такого вот такой расцветки ночью видите похоже вот и там вот так есть очень мне нравится она классно но она чуть чуть большевата и получается что у них либо совсем маленький либо большой много набирает воды поэтому я решила попробовать вот этот вариант попозже я тоже попробую как как что что дается здесь вот смотрите весь запаковали страны что один тюбик был прямо на крышей кобыле хвост но ладно так значит у меня должно быть 14 тюбиков раз два три 4 5 6 7 8 9 у меня всего 9 тюбиков а все правильно да у меня всего 14 на 2 посолки до здесь у нас лишь часть это очень интересно я разбила прям сама не помню как разбил это все с красками всегда так все как тумане так я взяла красочки у рембрандта все однопигментные так да даже вот этот вот серый взяла какой тут спинал грей какой-то но в общем мой основной основной параметр моих красок когда выбирала был чтобы во всех красочках был один пигмент здесь два это я наверное потому что туркуаз это я прямо поддалась искушению люблю туркуазы да видите все остальные вот смотрите и сюда посмотреть вот все здесь пигмент pv19 то есть хинокридон взяла здесь pv40 этот pp y 43 здесь тоже p y 43 очень забавно смотреть как краски от на пигмента с одним и тем же пигментом обладают разными цветами pbp br7 да то есть везде вот это почему-то такое кота запачканы p r 149 p r 207 здесь уже типа как вы смотрите серия 3 серия 2 серия 2 то есть принципе они как бы серия 2 много вот эти цвета серия 2 вот этот вот тоже серия 2 то есть хорошие такие пигменты давайте попробуем мне очень интересно вот я вот так вот но это маленькая очень очень люблю эти закладочки которые вот такой вот побольше да все сейчас сделаю итак давайте начнем как они лежат у меня просто очень интересно прям с этого начать этот цвет кстати очень такой гибкий у него сразу выдавливается то есть никакой гумерабики никакого твердого какого-то полу твердого пигмента как иногда бывает разные все-таки красочки посмотрим сейчас посмотрим что у нас кстати очень хорошо склеена кисть это очень хорошо потому что это отлично для транспортировки то есть все таки кисть изначально должна быть очень хорошо склеена потому что если кисть склеена не сильно то при транспортировке она может распушаться все что угодно с ним может происходить поэтому хорошо что они так склеили значит давайте это у нас я хочу сразу посмотреть если есть грануляция там потому что какие то есть грануляция кисть очень мягенькая потом я отдельно же ее попробую кстати сразу говорю это хлопочек у меня вот так что здесь должно прям проявиться рембрандт красочки они особенно тем что они очень мягенькие то есть у них практически всегда ты берешь сразу краску ты можешь прям эту краску в принципе использовать она нет у нее вот кого-то какой-то излишнее излишнего затвердения чтобы потом нужно было этой краской ну там и смешивать с водой интенсивно чтобы как-то привести ее в чувство то есть она сразу готова к нанесению к использованию это очень удобно у рембрандта у ван гога в принципе у talent бренда вот это так но смотрите значит первое у нас это вот этот вот бирюзово-синий я буду переводить сразу на русский то что знаю по крайней мере второе у нас был пытала зелено-желтый я вот в этот раз взяла интересные такие оттеночки и конечно же не могла обойти стороной вот это хинокридон red очень-очень прям была заинтересована в этом цвете он очень необычный вы знаете он будто светятся изнутри этот цвет не знаю видно вот вам он прям светится кого-то изнутри как будто бы у него потом немножко розового это вот хинокридон розовый красный хинокридон красный 364 цвет я потом если что прям вот как они есть вот как я делал выкраску так я напишу цвета чтобы если что могли понять какой вам цвет понравился какой вы хотите смотрите значит мне объяснили что на некоторых красках есть вот такой вот ромбик спасибо моим подписчикам не всегда очень много знают про эти вещи это очень классно и вот девушка объяснила что когда ромбик это какой-то особенно редкий пигмент так вот я заметила что у меня четыре целых красочки с таким особо редким пигментом хотя я не выбирала очень удобная кисточка вы же как ей приятно рисовать это просто шикарно особенно вот этими красочками от рембрандта которая так давно ждала значит смотрите о кстати еще 5 видите я забыла этот не заметила сразу вот еще и 5 но еще и совпадает то что смотрите обычно до считается что вторая серия дороже чем 1 красота и вот здесь вот все вот эти красочки если посмотреть это вообще серия 3 это серия 2 это серия 2 то все вот эти вот серия 2 это тоже говорит о том что это более дорогие цвета чем допустим в серии один да то есть пигмента у них дороже круче вот поэтому ромбик не удивительно очень-очень классный хинокридон прям то что мне нужно он именно я просто тут решила нарисовать одну картину вот и мне очень понравилось сочетание вот таких вот оттенков вот 2 но я посмотрела свои запасы и поняла что у меня с этим не совсем хорошо плане что у меня не хватает правильного цвета для картины потому что картина она должна быть светостойких цветов то если мы хотим повесить куда-то планируем а я планирую ее продать и потом чтобы она висела где-то у кого-то на стене далее возможно в каком-то офисе это было бы очень круто вот поэтому мне нужно было чтобы светостойкость у этой картины была достойная а то чем я до этого проверяла давать сочетание цветов пробовал вы наверное видели если не видели в моем инстаграме есть там я вывешивайте там stories и да там stories и не сохраняются надо вывесить и сохранить stories чтобы вы могли понимать о чем я говорю вот и вот мне нужен был такой розовый чтобы он сохранялся потому что у меня был розовый неоновый розовый он очень красиво но не светостойкий и вы цветает он очень некрасиво у него подтон выцветает в общем такое себе там прям светостойкость единичка поэтому я заказал этот хинокридон розовый я именно мне важно вашего нужного оттенка такой именно вот там сочный розовый в роза потому что они что же все разные в красноватый а этот прям в розовый классно мне нравится смотрите значит я пока болтала выкрасила я взяла охру а это россия надо то есть как по моему просто сиена в русском рону чисто как будто изначально сиена ру вот короче сиена вот и золотая охра я в этот раз решил у них попробовать золотую охру скажу так что не знаю что тут но здесь один пигмент серии 1 но по цвету она как обычная охра однако вот я не помню по моему я не взяла обычного хру потому что там два пигмента в составе это уже традиция чихать видео поэтому я чихаю как как и положено вот значит пока что в принципе мне золотая вот это охра нравится больше вы знаете цвета то есть есть немножечко вытекает иногда гумиарабики когда да вот например вот умбра жена немножечко там прям вытекла но у таллинта есть такая фишка когда даже ты вытекает немножечко вот это гумиарабики связующие вот это вещество то даже после этого красочка высыхает и она не становится какой-то глянцевый или вот знаете бывает есть цвета вот например по моему охра сиена или нет по моему охра в невской палитре вот многие цвета уже для меня раскрыты прям невской палитре я прям реально затащилась от них вот я даже составила себе их палитру мне очень нравится и мне нравится то что у меня там большая большие кюветы если честно у меня даже настолько понравился мне понравился то палитра которая сделала больше чем шминки я в пользу из в результате невской палитры представляете настолько я полюбила одну то есть я просто решила открыть эту краску потому что я подумаю почему и метку такие вот претензии к ним вот это наверное такое немножко немножечко подпортили мы возможно какие-то обзоры да вот впечатления может быть какой-то опыт у меня был с неудачными оттенками я решила дать шансы вот я собрала даже чтобы вы не думали что я придумала я вам покажу вот смотрите я прям собрала это очень классно мне так нравится это даже пенал нравится потому что я открываю здесь прям сидел вот посмотрите видите и мне нравится то что они большие ты любой кистью набираешь очень классно без проблем но и добавила пару ван гогов вот вот видите какая красотишка собрала прям идеально теперь могу рисовать абсолютно все вот теперь смотрите что я сделал меня как раз классно вот я хочу пробовать кисточку вот начать вот этим черным у меня давайте наберу у меня много черного осталось как раз вам будет хорошо видно кстати очень классно цвет прямо баланс единственное что я вам скажу так рембрандт как и ван гог то есть неважно ученическая не ученическая но мы будем рассматривать то есть рембрандт он очень классно краска рассчитана на то что ты сразу как бы берешь и используешь ее не сильно до выдаешься в разбавление и так далее то есть он такое уже в нужной консистенции чтоб ты мог сразу прямо рисовать тебе было удобно но из-за этого он очень быстро расходуется это однозначно и собственно с даниил смитом я заметил даниил смит просто особенно вот этим охотнички их они же просто крохотно и такие вот там просто два-три раза выдавишь и уже просто по кювет и нет вот очень кисточка просто обалденная напоминает ему хлопок так что он практически сразу впитывает но кисточка за счет того вот я хотел именно найти такую синтетику которая меня бы полностью удовлетворяла потому что у меня есть кисти очень шикарные от рублево натуральный ворс но я понимаю что как бы это не совсем экологично да то есть я против того чтобы использовали животных вообще в каких-либо добывания чего-либо поэтому я стала задумываться что надо от этого уходить со временем но проблема была именно в том что как бы я не хотела уйти от этого качества таких кистей намного на просто на на порядок выше чем кисти конечно же с не натурального ворса я эти кисти с натурального ворса холию лелею так чтобы тот кто эти кисти отдал этот ворс отдал был просто доволен тем как по крайней мере я ухаживаю за его ворсом я надеюсь что животное осталось целое потому что я надеюсь что их стригут для этого потому что ну коже стригут вот но я решила дозами не то что заменить а когда придет пора расставаться с теми кисточками потому что они уже куплены зачем у них куда-то утилизировать я буду им пользоваться до последним до последнего но я решил найти себе замену уже синтетическую чтобы в будущем именно синтетика пользоваться поэтому я решила взять да винчи потому что в синтетике они мне кажется прям пионеры то есть они первые практически начали эту синтетику вот такую качественно и сейчас говорю про качественно конечно синтетика давно многие пользуются многие бренд выпускают свои кисти но именно у да винчи я заметила 1 синтетические качественно хорошей кисти поэтому я решил дать им шанс вот попробовать вот это коса него вот поэтому мне очень нравится большая кисть я считаю что она вполне достойная не чувствуется вы знаете я не чувствую она настолько мягенькая приятно что я прям не чувствую что она синтетика и она держит воду потому что в синтетике обычно проблема в том что она не держит воду и ты не можешь нормально рисовать ею вот чем проблема тут смотрите я даже вот это вот можно сказать ее вычистила боком да и сейчас смотрите кончик у меня получается посмотрите шикарная кисть я очень очень советую прям довольна поэтому если вдруг вы надумайте вот как вариант можете рассмотреть такой вот вариантик так кстати вот хочу еще вот этим порисовать чем хорошо накладывать вот так вот красочку сразу на бумагу тем что шикарно кстати сочетание вот это вот я заметил очень люблю это сочетание вот этого серого и красного от рыжего она немножко не знаю на камере видно нет но это прямо прям обалдеть как классно видите мне очень нравится кисточка очень подвижно прямо действительно очень классно и подвижно и она позволяет вам двигаться кистью как продолжение руки это прям шикарно очень очень единственная единственно что я впоследствии посмотрю точно такого же качества кисть но возможно не складную потому что складная конечно она вот здесь вот вот это вот немножечко впивается режет если вы долго будете рисовать вам придется что-то придумывать чтобы вот эту резьбу закрывать потому что она впивается и вы знаете неприятно что я кисть держу как ручку не знаю может быть как-то по-другому ну как бы можно и повыше но мне удобнее вот иногда надо перехватить поближе чтобы прямо совсем полный контроль над кистью получить это в этот момент мне вот это впивается здесь этого не почувствовала очень очень классная кисть естественно нам не напоминает белка прям не могу оторваться смотрю на нее она действительно как беличи тоже много воды набирает это гибко классно единственное что вот у синтетики есть проблемы с по с кончиком когда натуральная кисть у нее кончик вот прям идеальный вот он настолько острый что ты просто как боже забыла blade все лезвие как вот лезвие ты прям рисуешь идеально ровная тоненькая получается линия конечно здесь вот на большой я не такого не заметил все-таки она хотя вот смотрите видите то есть надо его просто выравнивать перед тем как вы начинаете рисовать но это небольшая плата если у вас все остальное будет то есть принципе можно как замену просто брать дополнительно маленькую кисточку вот если прям совсем маленький мне котик как всегда заходит ходит и потом начинает резко выходить вот во время видео вы заметили уже тоже наверное вот такой вот обзорчик вот такая вот распаковочка если вдруг вы захотите эти я оставлю в описании вот эти вот обе кисти которые я заказала что вы понимали и оставлю номера вот этих вот рембрандтов мало ли вам тоже захочется попробовать какие-то определенные цвета мне все понравилось я довольна по ссылочкой всем спасибо за просмотр я желаю вам хороших покупок отличного настроения ставьте лайки пишите комментарии подключайтесь к телеграм-каналу я всегда рада общению всем хорошего настроения и пока пока